Если бы вас заставили выйти замуж, жениться на человеке, с которым вы потеряли девственность. Как бы сейчас сложилась ваша жизнь? Возможно, годик-другой у нас все было бы офигенно. Она была девчонкой из журнала Пентхаус. Гарантирую, что если бы мы поженились, то вскоре я бы ей просто наскучил, и она пошла бы дальше. Тогда я, вероятно, вернулся бы на тот путь, которым шел последние 40 лет. И оказался бы там, где я сейчас. У меня был Кент, который встречался с моделью журнала Пентхаус. Она была поехавшей ревнивой психопаткой. К счастью, для него это продолжалось недолго. Все так же. Мы и так женаты. Изменено. Отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Нам обоим по 35. Мы вместе еще со школы. Поженились очень рано. У нас двое детей. Да, у нас были трудности, но мы одна команда, и мы со всем справляемся. Да, она потрясающая женщина, мне с ней очень повезло. Нет, я не буду присылать вам в директ наши фотографии. У меня такая же история. Мы были совсем юными, когда потеряли девственность. Нам было 15 и 16 лет. Вместе мы уже 7 лет, а в браке 2 года. Я и моя жена можем с уверенностью сказать, что мы друг у друга первые и последние. У нас все случилось еще в школе. Позже мы расстались. Закончили колледж, начали взрослую жизнь. Потом снова сошлись и на этот раз поженились. Наша история прошла полный круг. Пиздец, как охуенно, наверное. Она мультимиллионерша. Изменено. Для всех интересующихся. В 2000 году она основала компанию, занимающуюся интернет-маркетингом. А в 2009 году продала ее за более чем 25 миллионов. Она замужем, у нее ребенок и их жизнь просто мечта. Огромный дом, машины, путешествия и все дела. Мы до сих пор поддерживаем с ней связь. Она бросила меня, когда после окончания школы мы разъехались по разным колледжам. Я был бы мертв, сидел бы в тюрьме. У меня была бы условка, я был бы бездомным или воспитывал бы кучу чужих детей. У меня то же самое, но только без детей, потому что он был бесплоден. Теперь у тебя все норм? Да, все хорошо. Эта сучка осталась в далеком прошлом. Какой болезненный вопрос. Когда я прочитал его, первая моя мысль была выйти замуж за насильника. Какая мерзость. Я ждал увидеть подобные комментарии. К сожалению, порой не у всех людей бывает выбор. Нахуй того, кто это сделал. Знай, что ты заслуживала гораздо большего. Получается, я бы женился на трупе. По крайней мере, она бы не отвлекала тебя от просмотра телека. Пожалуйста, скажи мне, что она стала трупом после, а не до. Во время. Все было бы абсолютно точно так же, потому что я вышла замуж за человека, с которым потеряла девственность. Мы уже почти 22 года вместе, и мы все еще любим друг друга. Мы бы оба каждый день изменяли друг другу. По обоюдному согласию. Как говорят дети, открытый брак. ХЗ, некоторые дети называют это обычным браком. Возможно, все было бы хорошо, но не так хорошо, как сейчас. Он замечательный человек, и я все еще поддерживаю с ним связь. Но нам не суждено вечно быть вместе. У меня такие же чувства. Он был и есть отличный парень. У него замечательная семья, и все мои родные любили его. К сожалению, я его не любила. Мне было тяжело осознавать то, что я разбила ему сердце. Но после меня он встретил свою нынешнюю жену. И теперь у них прекрасная семья. Примерно в то же время я встретила своего нынешнего мужа, с которым у нас уже трое детей. Думаю, что в какой-то момент мы оба думали, что счастливы вместе. Однако я рада, что у нас появился шанс понять, что нам просто было приятно друг с другом. Ага, у меня подобная история. Тогда мы были влюблены друг в друга, но мы были очень молоды, и нам еще многое предстояло узнать о себе и о жизни. Я по-прежнему высокого мнения о нем, но, как оказалось, мы шли в разных направлениях. Быть замужем за насильником. Какой ужас. Ага, у меня такая же ситуация. Просматривая комментарии, ужасно видеть, что у многих первый опыт интимной близости был именно таким. Надеюсь, сейчас у тебя все хорошо. Примерно та же тема. Просто я решила, что раз это было не по обоюдному согласию, то этот раз не считается. Поэтому я даже не учитываю его за свой опыт. Я думаю, все было бы просто замечательно. Она была и есть потрясающая женщина. Но я бы ни на что на свете не применял те 40 лет, которые прожил с моей покойной женой. Включая все взлеты и падения. И когда она покинула меня, она оставила мне двух замечательных сыновей и двух потрясающих внуков. У меня такая же ситуация. Мой первый раз произошел с любимым человеком. И было бы хорошо, если бы у нас все продолжилось. Мы расстались, потому что любовь между нами охладела. Но если бы этого не случилось, то все было бы просто замечательно. Сейчас я нахожусь в отношениях, которые я бы не применяла на предыдущую большую любовь. Я счастлива там, где я есть. Ни о чем не жалею. Было очень приятно читать твой комментарий. Что касается моей первой, я не думаю, что у нас был бы счастливый брак. Насколько я слышал, она стала алкоголичкой и подсела на вещества. Спустя год после того, как мы расстались, я встретил свою жену. Это было 34 года назад. И вот уже как 27 лет мы женаты. Единственное, о чем никто не говорит, это то, что даже самый лучший брак представляет собой адские американские горки. Бывают и прекрасные времена, и ужасные. Я рад, что мы выдержали все трудности. Сейчас у нас двое прекрасных здоровых детей, и я не могу представить себя с кем-то другим. Свою роль также сыграло и то, что я католик, выросший в итальянской семье. В раннем возрасте нам внушали, что развод это грех, и то, что нам ни в коем случае нельзя разводиться. Ты можешь ограбить банк, продать дорогой товар, выпавший перед тобой из грузовика, и совершить даже худшие преступления, но только не развод. Лол. Искренне сожалею о твоей утрате. Кажется, что именно тогда, когда ты действительно начинаешь ценить кого-то и осознаешь, что ты понял, что такое брак, становится уже слишком поздно. По твоему сообщению, я понял, что любовь и связь между вами все еще очень сильна, и что твоя жена все еще живет в твоем сердце и в твоих детях. У нас все сложилось бы не очень хорошо. Он был милым приземленным парнем, но потом он получил крутую работу, а отец купил ему шикарную машину, и он превратился в полного мудака. Складывалось впечатление, будто он превратился в самого конченого козла всего за одну ночь. Он бросил меня по телефону, вероятно, потому что решил, что я перестала быть на его уровне. Мое сердце было разбито, но жизнь продолжалась. Много лет назад я узнала, что он лишился своей крутой работы, а поскольку он получил ее благодаря связям, а не потому, что реально знал свое дело, он не смог найти такую же работу или хотя бы работу в той же области. Одна компания порекомендовала ему пройти обучение и получить диплом. Они бы полностью проспонсировали его обучение, чтобы он мог вернуться в отрасль, но он отказался, потому что у него сложилось впечатление, что он умнее всех. Он ничего не предпринял в этой ситуации и в итоге стал работать на заправке, где работает по сей день спустя столько лет. Я не могу представить, как такого рода человек может стать хорошим партнером в жизни. Удивительно, что материальные вещи могут сделать светреным человеком. Не, на самом деле он всегда был мудаком, который просто притворялся хорошим. Материальные вещи не меняют людей, они лишь обнажают их истинную натуру. Я периодически думал об этом. Она несколько раз обручалась с другими парнями, но так и не вышла ни за кого замуж. В итоге она забеременела от донора спермы и последние 10 лет по собственному желанию была матерью-одиночкой. Недавно она стала не то чтобы трансгендером, скорее небинарной личностью. Кажется, она счастлива. Честно говоря, я понятия не имею, что было бы, если бы мы в итоге сошлись. Я и тогда не хотел и до сих пор не хочу детей. Возможно, этот вопрос стал бы для нас камнем преткновения. Кроме того, после окончания университета я дико хотел путешествовать. И позже я оказался на другом конце страны. Не уверен, что мне бы захотелось оставаться в нашем родном городе. При этом я уверен, что она вообще не хотела никуда уезжать. Так что, возможно, мы бы столкнулись с какими-то серьезными препятствиями и расстались бы через несколько лет. А возможно, я бы почувствовал себя комфортно там, где я есть. И у меня пропало бы желание уезжать. Может быть, я бы остепенился и мы бы завели с ней детей. Хотя это маловероятно. Я бы постоянно подвергалась оскорблениям, унижениям, издевкам. Мне бы все время изменяли. Возможно, у меня было бы двое детей, и я не смогла бы подать на развод. У нас все начиналось хорошо, но потом все пошло наперекосяк. Рад, что он теперь бывший. То же самое, но вместо измены он, скорее всего, расстрелил бы нашу дочь, если бы она у нас была. Я сделала такой вывод через несколько лет после нашего разрыва, сложив 2,2 о нем и его младшей сестре. Ты должна сказать об этом семье девочки, анонимно в социальных сетях или типа того. Я уверена, что они все знали. У них в семье была странная навязчивая политика открытых дверей в доме. Помню, как его мама в панике ворвалась к нему, когда мы сидели с ним у него и целовались. Это был единственный раз, когда мы закрыли дверь. Были и другие признаки, символизирующие о том, что семья была в курсе всего происходящего. К тому времени, когда я собрала в голове весь пазл, его сестренке было уже больше 18. Так что я не стала предпринимать никаких действий. Я лишь сама порой приходила в ужас от того, что узнала. Я думаю, что у меня было бы то же самое. И я рада, что теперь он бывший. Мои первые настоящие отношения были у меня в подростковом возрасте. В то время я не знала, как за себя постоять. Ему на тот момент было уже 20, и он часто вел себя со мной как мудак. Прямо перед расставанием он мне изменил, после чего хвастался этим, когда бросил меня. В итоге, меньше чем через год, он обрюхатил ее и женился. Когда я услышала об их предстоящей свадьбе, моей первой мыслью было, на ее месте могла быть я. Тогда я испытала огромное облегчение, что все сложилось не так. Как я слышала, у нее случился выкидыш, но они все равно поженились. Насколько я знаю, он не хотел этого. В общем, с ним я была бы несчастна. Кстати, забавная история. Ну, я считаю ее забавной. В последний раз я видела своего бывшего буквально в день его свадьбы. Это произошло по чистой случайности. Парень, с которым я тогда встречалась, за которого я в итоге вышла замуж и позже развелась, взял меня полюбоваться видами города со старого отеля на горе, популярное местечко. Мой бывший и его невеста тоже оказались там. Наши взгляды пересеклись на долю секунды, после чего я прошла мимо него. Я считаю удачным стечением обстоятельств, что ему пришлось увидеть девушку, которую он изменил. С ее новым парнем в тот день, когда ему пришлось жениться на девушке, с которой он изменил. С тех пор я ничего о нем не слышала, а прошло уже почти 30 лет. Учитывая, каким мудаком он был, я уверен, что он изменял ей, и они оба были несчастны вместе. Надеюсь, он относился к ней лучше, чем ко мне. Но что-то я в этом сомневаюсь. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, как бы сейчас сложилась ваша жизнь в такой ситуации. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok